Итоги рейда по студенческим общежитиям обсудили в областном филиале партии Нур-Утан. Отметим, в ходе рейда комиссия выявила многочисленные недостатки. Их частично устранили, но проблемы остаются. Общежитие университета имени Коркатата требует капитального ремонта. По санитарным нормам на одного человека должно быть не менее 6 квадратных метров. Здесь эта норма не соблюдается. Есть нарушение правил пожарной безопасности. Запасные выходы на первом этаже заколочены. Не работает канализационная система. В компьютерном классе старые компьютеры. Часть была не подключена при проверке. На заседании представители университета отчитались о работе по выявленным нарушениям. Сейчас убрали старые компьютеры, поставили 10 новых. Подключили все к интернету. Касательно санитарных норм. Здание построено в 1975 году и соответствует санитарным нормам того времени. У нас только две комнаты по 10,5 квадратных метров. Остальные по 16 и 17 квадратов. В каждой комнате не более двух студентов. Комиссия пришла к выводу, что надо безотлагательно решать проблему Муз-колледжа. Учебный корпус и общежитие в одном здании. Нет спортзала, концертного зала, нет даже своей территории. По словам руководителя областного управления образования Майоры Мельдзебековой, вопрос о строительстве нового здания вносился в Акимат. На эти цели требуется 2,5 миллиарда тенге. Проект приостановлен из-за дороговизны. Касательно общежития Аграрного технического колледжа в Жанакургане, вместо капитального ремонта, как ранее предлагалось, комиссия считает лучше построить новое общежитие. Один шкаф, больше ничего в этой комнате нет. Лампочка вот такая, это 70-х годов старая, лампочка Ильича. И вот в таких условиях нужно будет в комплексе все это еще раз посмотреть. Я думаю, мы к этому вопросу еще раз вернемся. Поручение по обеспечению студентов общежитиями выполняется. Для высшего медицинского колледжа построено новое общежитие на 300 мест. В сентябре будет завершено строительство общежития на 400 мест бизнес-колледжа. На левом берегу строится общежитие университета Булашак. На левом берегу строим новое общежитие на 400 мест. В мае закончим. И еще будет строительство второго общежития также на 400 мест. На заседании были внесены предложения относительно порядка в общежитиях. Уход и приход студентов – эти функции все еще контролируются по старому принципу. Да, во многих общежитиях, где мы были, есть системы видеонаблюдения. Мое предложение – в век цифровизации можно использовать новые технологии, например, IT-наблюдение. Можно установить турникеты и видеть, когда студент пришел, когда ушел, кто отсутствует. Прошу обратить на это внимание. По итогам заседания комиссии выделены проблемные вопросы. Они будут переданы для принятия решения соответствующим структурам.